Рождённый в СССР Талантливые музыкальные группы в переводе с идиш означают просто «девочки». Живые, озорные, артистичные выпускницы эстрадного курса Валерия Гаркалина в ГИТИСе решили создать собственную шоу-группу, и у них это прекрасно получилось. Главная изюминка – это театральный подход. Прежде всего они артистки, а уже потом вокалистки. Оттого каждая песня – это мини-спектакль со своей уникальной режиссурой и историей. Они убеждены, что музыка объединяет людей, поэтому поют песни на десяти языках и утверждают, что это только начало. Итак, в гостях у программы «Рождённые в СССР сегодня» арт-группа «Мейделех». Это здорово, это здорово, это очень хорошо. Поднимать в стуки паруса – это значит вере чудеса. Собирать в ладони звёздный свет – это значит восемнадцать лет. Это здорово, это здорово, это очень-очень хорошо. Это здорово, это здорово, это очень хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот в ритме петь и тусывать Это значит скуки не бывать Твердо верить в будущий успех Это значит быть богаче всех Это здорово, это здорово Это очень хорошо Хорошо, это здорово Это здорово Это очень хорошо Пам-пам-пара-пам Браво! Это правда здорово, что вы пришли к нам сегодня в гости. Добрый вечер! Здравствуйте! Рад вас видеть в прямом эфире нашей программы Рад видеть молодые лица, наконец, в прямом эфире нашей программы Поскольку все лица сегодня молодые И трудно об этих людях говорить, что они рождены в СССР Глядя на эти лица, да? Хотя песни мы будем петь, так понимаешь, даже по первой песне, понимаешь, советские, да? Все верно! То есть вы в наш формат попали в этом случае, да? Хотя, с другой стороны, трудно говорить, что вы попали в наш формат, поскольку это отдельная программа ваша, да? Вот эти вот ретро-песни, отдельная программа, благодаря в том числе и Леониду Парфенову созданную, да? Да! Об этом тоже поговорим, сначала поподробнее расскажу вам о коллективе, потом вернемся Арт-группа Мейделех дебютировала в Москве в 2010 году, сразу после окончания Рати Гитис Где три вокалистки группы Анастасия Слепченко-Шпиль, Виктория Гиссон, Марина Вульф учились на факультете эстрады Руководитель курса Валерий Гаркалин Несмотря на относительную молодость, коллектив успел завоевать признание публики Музыканты выступают с концертами, участвуют в различных музыкальных фестивалях Группа является частым гостем на Радиокультура и в Центре современного искусства Винзавод, а в галерее студии Михаила Королева Зрители телеканала «Дождь» могли видеть выступления Мейделех в программе Леонида Парфенова Большую известность музыкальному коллективу принесло участие в шоу «Главная сцена» Мы сегодня вспомним про главную сцену и про другие площадки, которые принесли безусловно успех арт-группы Мейделех Все обо всем поговорим, прямой эфир для этого и создан 617-5197 номер нашего телефона, вы можете присоединиться в любой момент к нам Как вчера вы активно участвовали и вспоминали одесские и еврейские анекдоты, связанные с музыкой Вчера у нас была в гостях группа, которая вам хорошо известна, Клизмастерс, да? Да Поэтому, я думаю, сегодня мы услышим некие приветы в вашу сторону со вчерашнего эфира Это прозвучит сегодня, поскольку они были в таком восторге, когда узнали, что вы к нам приходите сегодня в гости Видимо, вы дружите, да, каким-то образом? То есть какая-то творческая дружба есть? Или просто пересекаете? Мне кажется, это мир музыкальный, просто он не очень большой, все друг друга знают Это такая большая террариум единомышленников Это в какой момент стало понятно, что террариум единомышленников? Нет, мне кажется, просто театральный мир, музыкальный мир, он такой Мы еще не доросли до шоу-бизнеса, в таком смысле, в котором, может быть, понимают большинство наших зрителей И вообще, наверное, в нашей стране Вот, мы туда, наверное, не очень стремимся Мы занимаем какую-то свою нишу Она, может быть, не такая обширная Это смесь, это синтез музыки и театра И мы тут сами себе режиссеры, сами фантазируем У нас есть замечательные музыканты, мы закончили ГИТИС И, в общем, вот про шоу-бизнес я бы про нас не говорила На главной сцене мы, в общем, оказались ради фана, в большем смысле Наверное, да? Вообще попробовать себя в чем-то новом Не знаю, умолить, приобрести опыт Да, опыт Вот оно почему, да? Вы оказались с угонщицей на главной сцене в свое время, да? Ну, это же смешно, это же здорово, это же прикольно Поэтому, почему бы нет? Напомним, как это было, раз уже так смешно, здорово и прикольно Вспомним главную сцену сейчас, потом вернемся Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Если спросят меня, где взяла Я такого мальчишку сладкого Я отвечу, что угнала Как в простую машину девятку я Угнала у всех на виду Так открыто, что обалдели все Ни за что ты имей в виду Не верну тебя, бывшей владелице И я ждала тебя, так ждала Ты был мечтою моей, крустальнаю Угнала тебя, угнала Ну и что же тут криминального? И укончится, слышу я вслед У тебя ни стыда, ни совести Но гоню я на красный свет На немыслимой обвешенной скорости А другие пускай тормозят И вернуть тебя не стараются Не вернется уже назад Кто хоть раз со мной покатается Мы сегодня кататься будем под совершенно другие песни Не по 3-0, как его в данном случае Наш формат предполагает советские песни Хотя, с другой стороны, нет ограничений никаких И вот эта песня тоже уже ностальгия Постсоветский период Постсоветский период, да Вспомним, с этих песен начинала Ирина Олегрова Когда-то, уже сольную деятельность После электроклуба 617-5197 номер нашего телефона По традиции наши гости тоже о чем-то спрашивают зрителей Не только зрители будут вас о чем-то спрашивать Но и вы, о чем спросите Да, у нас тоже есть вопросик Да, нам очень интересно Помните ли вы, дорогие друзья Сколько надо было сдать макулатуры Чтобы получить талон Чтобы купить книгу И еще такой вопрос Какие книги покупали вы на эти талоны Если вы помните, сообщите нам Нам очень интересно А мы помним Я только недавно спрашивала у отца Вообще, мне кажется, многие воспоминания девчонок Связаны с разговорами с папой, с мамой Если говорить о советском периоде Жизни нашей и о творчестве И даже о тех песнях, которые будут сегодня звучать Я думаю, будут вопросы, связанные с музыкой С теми песнями, которые помните вы Из советского периода, из ретро-песен Но тем не менее, если макулатура, так макулатура Хоть вы и не сдавали ее никогда И не знаете, как это Почему? И правда Я сдавала макулату Я сдавала, Марина? До конца программы Но я так понимаю, что колечко кто-то уже показывает нам тихаря Крупным планом колечко мы потом покажем на одной из рук 617-5197 Пройдемся по городам Путешествуем, да? Давайте Путешествуем, да? Когда мы были молоды Бродили мы по городу Встречали мы с подружками рассвет Ага Свидания назначали мы И все тогда считали мы Что лучше моста места встречи нет В те дни неповторимые Один встречал любимую Почти всегда на каменном мосту Другой придя заранее на первые свидания На Троицком стоял как на посту У фонарей дворцова встречалась вера Словою Как колечко бежал на биржевой Ага Летел до стечи с Катию У всех была симпатия У каждого был мост любимый свой Весною незабвенный Я встречался с Леною И наш маршрут был трогательно прост Купим букет подснежников Влюбленные и нежные Мы шли всегда на поцелуи в мост Стареем неизбежно мы Но с Лены мы по-прежнему Друг друга влюблены А в чем секрет? А в том признать приходится Что все мосты разводятся А поцелуев извините нет Вот такая вот песня про города Про города, про ленинградские мосты Знаменитая песня прозвучала сейчас Через какое-то время обещаю вам Поплывем на пароходе А пока слушаем Александра из Москвы Александр, добрый вечер Алло Добрый вечер, здравствуйте, Александр Добрый вечер Сдавали в свое время при моей молодости Хотя мне правда уже 60 лет Ну вы еще молодой человек Да, 20 килограмм макулатуры Так Вот Девчонки в восторге подпрыгнули Видимо, правильная звезда И подозревая, что купил на них я Александра Дюма 20 лет спустя Вот И Александр Дюма, три маркетера Понятно Ну три констанции у меня в гостях сегодня Поэтому всем благодарят вас Мне кажется, ну не могу сказать точно В конце программы мы подведем итог И узнаем, что имели девушки в виду Видимо, какие-то цифры, какие-то книги Быть может знают Владимир из Минска Владимир, добрый вечер Здравствуйте Здравствуйте, Владимир Одиссея Капитана Блада Садник без головы Тоже Дюма покупал Ну, это дефицит был Это сейчас можно Спасибо вам за воспоминания Ну, действительно, нетленные произведения Вы сегодня называете Я думаю, что в памяти у многих эти книги И девочки наверняка их в свое время тоже прочли Игорь из Москвы Игорь, добрый вечер Алло, Володь, вечер добрый Добрый вечер Огромное спасибо за хорошее настроение Ну, с девчонками, разве Сложил 20 килограмм И покупал две книжки Какие? С чего началось мое увлечение пиратской темой Остров сокровища И Одиссея Капитана Блада А к девчонкам такой вопрос Вот их неотношение к шансону Если положительное То какие у них любимые песни в этом жанре Все, спасибо Сейчас узнаем Снова стою одна Ну, это уже современный шансон Елена Ваенка пошла, да? Да, да Смотрю, какой шансон французский? Ну, может быть, французский Не знаю Поете что-то в этом направлении? Пока нет Но почему нет? Отличная идея для новой программы Просто у девочек очень разное творчество Это вот сегодня мы сделали внимание Благодаря нашему каналу На ретро-песнях На самом деле песни звучат на самых разных языках И создаются путешествия не только по городам Которые сейчас мы совершили Благодаря Ленинградским мостам Но и по странам тоже То есть я даже на память боюсь перечислить То количество языков, на которых поют девчонки Да? Да Я попытаюсь, конечно, сделать Вы меня поправите сейчас Русский, еврит, армянский, идиш, японский, грузинский, итальянский, финский, ломаный английский И республика Коми присутствует тоже Армянский, да, было Тоже была, да? И Коми, да Я думаю, что далеко не все Я назвал сейчас И сегодня у нас не программа нацеленная на родножанровость языковая А Михаил из Санкт-Петербурга Михаил, добрый вечер Здравствуйте, Владимир Здравствуйте, Михаил Здравствуйте, ваши замечательные девушки Ваша группа, которую вы сегодня угостили Здравствуйте Да, хорошо поют Я хочу ответить тоже на вопросы Было так же, как я уже слышал 20 килограмм макулатуры, насколько я помню Тоже было, если не ошибаюсь Книги были подписаны Но там было много От Пушкина, Лермонтова, Толстого Да сколько же вы натаскали по 20 килограмм Если такое количество Да, из-за рубельных авторов Наверное, и Дюма был Наверное Ну, много кто Так, не советские авторы Там, естественно И Шолохов И Шхот Всем, Миш, спасибо большое Просто интересно, что вы конкретно покупали Вы сейчас перечислили такую кипу литературы Мне кажется, вы просто не потянете Вот эти по 20 килограмм За каждую книжечку отнести Конкретно ваша книга Приобретенная за макулатурой Об этом девчонки спрашивали И сколько килограмм? Ну, так Я так понимаю, цифра 20 звучала неоднократно Поэтому, я думаю, это правильный ответ Все верно, конечно, да 20 килограмм И книги те самые, да У меня просто дома стоит 30 томов Дюма Но не все 30 были куплены на макулатуре Что-то покупал в бакинистических магазинах Тогда, когда сдавали книги тоже Игорь из города Арсеньев На прямой связи Игорь, добрый вечер Игорь, слушаем вас Добрый вечер Алло, здравствуйте Здравствуйте, говорите, пожалуйста Доброе утро Доброе утро у вас, да? Ну да, у нас же 7 часов праздника А, разница 7 часов во времени Так, молодец, что не спите Доброе утро Да, вот это самое Ну, я не успел уже про 20 килограмм сказать Ну, скажите еще раз, нам будет приятно Ну, 20 килограмм А это... Точно Книг я на этот талон не покупал У меня просто тетя заведующая книжным магазином была О-о-о-о Конечно Вы могли и по 10 таскать, я думаю Ну да То есть по этому клику у меня Тут самое и так было Достаточно Вот это самое Владимир Большое спасибо вам за гостей ваших Музыкантам спасибо С интересом смотрю ваши передачи Вот у вас эта неделя Я так понимаю, еврейская Еврейская неделя? Ну, мы сегодня не поем еврейских песен Хотя название Мэйдлинах, конечно, в переводе с Эдиш Приводится как девочки Прежде всего, да? Спасибо вам большое за вопрос Еврейская программа, наверное, тоже есть, да? Конечно С которой мы обязательно девчонок пригласим Давайте Девчонок с мальчишками, пожалуйста С мальчишками, конечно, да Но просто девушки на авансцене стоят Поэтому я основное внимание на них обращаю сегодня Хотя группа действительно достойная у меня в гостях сегодня И достойное музыкальное сопровождение У арт-группы Мэйдлих сегодня, да? Кто-то представит музыкантов? Да, конечно У нас вот на баяне Алексей Хитман На бас-гитаре Олег Трусов Александр Чебетарев За ударной установкой Митя Артемов Клорнетист Алексей Потапов Гитарист Вот Это не сегодня А в принципе Это наши музыканты Прекрасные То есть вы полным составом сегодня к нам к гостям пришли, да? Я рад А кто представит друг друга? Я представлю друг друга Давайте, Вика Анастасия Слепченко Марина Бульф Виктория Гиссон Группа Мэйдлих Группа Мэйдлих И мы дальше отправляемся снова в путешествие На этот раз не по мостам и городам А поплывем, да? Поплывем На пароходе Да Море Солнце Утёсов Ах, что такое движется там по реке? Белым дымом играет и плечет металлом на солнце Что такое слышится там вдалеке? Эти звуки и стомы знакомы навстречу летят Ах, не солгали предчувствия мне Да мне глаза не солгали Лебедям белым скользя по волне Плавно навстречу идет пароход Вот сходи переброшенных лынул поток Пассажиры, матросы, вопросы, ответы, улыбки Вот плечка прелестная, словно цветок Расцветает между ними большими глазами блестя Ах, не солгали предчувствия мне Да мне глаза не солгали Горло сдобило и весь я в огне Словно по сердцу идет пароход Группа Мэйдлайк у меня в гостях сегодня 617-5197 номер нашего телефона Плавая или путешествия по городам Однажды девчонки пришвартовались у концертного зала Дарвинского музея На фестивале Горлица И вот что из этого получилось ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рожденные в СССР Рожденные в СССР Сложно говорить про этих людей, рожденные в СССР Думаю, рожденные, наверное, застали Рожденные в СССР Рожденные в СССР Я так понимаю, что Горлица была посвящена Дню Матери когда-то Помните этот момент? Несколько лет назад, правда, уже происходил Я думаю, что детей было Самой благодарной зрительской аудитории, детской Было много, да, среди зрителей? Да Принимали как? Принимали прекрасно Это очень дорогого стоит Когда дети радуются, танцуют И переживают с тобой все, что ты переживаешь на сцене То есть там звучали не ретро-песни Там другой репертуар, видимо, да? Там были как раз песни Народушке По разным странам Вот эта программа, про которую мы говорили Вы рассказывали И подпевали, да, видимо, вам? Мамы и дети? Скорее, они танцевали и наслаждались Подпевали на разных языках Дети не очень подпевали Но то, что им нравилось, мне кажется А вы сами когда запели на разных языках? Почему так получилось? Специально готовили программу, да? Нет Почему? Идея была придумана моей мамой Юлией Лам Она режиссер и придумала такую идею Что три девочки поют на разных языках Дабы объединить всех Ну, потому что это женское начало Кто, как не женщины, объединят всех И будут говорить миру о любви О ласке, о нежности То есть это была идея создания группы еще, да? Тогда, на тот момент, мамочка придуманная, да? И была идея, что мы поем, как путешествуем На разных, путешествуем по разным странам Поем песни на разных языках Берем разные материалы Закончили мы ГИТИС Марина закончила еще Гнезинку Поэтому было Настя и Политовку закончила Да, я тоже Да, поэтому много было То есть помимо драматического образования Есть и музыкальное тоже, да? Ну, у нас эстрадная У нас факультет эстрады был А, то есть Валерия Гаркалин У меня Щукин, у девчонок Гаркалин А, у вас Гаркалин, девочки, да? Но все равно нам всем троим рассказывали Про все-таки историю эстрады Это Гог у нас был один, да, по истории эстрады Да, и все-таки Потому что, опять же, как и слово шансон Как и эстрада Такое слово это уже размытое И многие люди не знают, что вообще оно означает И что это за жанр такой А жанр этот очень сложный и очень интересный Когда ты общаешься со зрителем Когда нету четвертой стены, как в классическом театре И это абсолютно история апартная Музыкальная Интересная И вот мы пытаемся Этот жанр эстрадный В общем Эстрада начала 20 века, наверное, так То, что было изначально под понятием эстрады Кафе Шантаны Веронова Минакер И так далее Ух, чё, все имена пошли Какими-то стали козырять В данном случае У нас был хороший педагог по истории эстрады Прекрасный, да, по книге ее сейчас учатся Уварова А Горокалина Строгий педагог был? Ну, как сказать Очень такой противоречивый Правду сказать Не знаю, кому как Наверное, так На журил, за опоздание, за прогулы Ну, нет, для этого, наверное, есть деканфу где-то Больше А про вопрос творчества Ну, когда ты попадаешь к какому-то мастеру Это же такая вещь вкусовая Недаром есть разные мастерские И когда ты попадаешь к мастеру У каждого есть свое направление Свои особенности Это вопрос вкуса И мастер обычно выбирает себе Себе подобных, что ли Может быть, так сказать Кто ему близок И как Ну, попали к себе подобные В любимчике Горокалина В разное время по-разному Бывало да, бывало нет Все-таки это же учебный процесс Все-таки невозможно быть любимчиком С первого курса до последнего Ну, как-то они будут большой любви, мне кажется К педагогу в данном случае Вам не кажется, друзья мои? Валерий Горокалин, да! Лучшее, что он нам дал Я думаю, вот такое Я могу о своем сказать Для Чукин это лучшее, что у меня было Да? Из мастеров, педагогов, да И я ему благодарна Потому что он дал мне все И, ну, кто я есть Это благодаря ему Нет, ну ладно Мы тоже получаем, что мы против Мы понимаем У меня было тоже в порядке Я очень люблю Горокалина Это был мой любимый педагог По мастерству Потому что у нас с ним было полное Попадалово, совпадалово И так далее, и тому подобное То есть я его понимала С полуслова И, в общем, тоже было все хорошо Мне кажется, мы просто немножечко зажались Потому что мы вспоминаем Годы института И все-таки это другое Это уже было Это давно уже прошло 7 лет прошло с Викой 7 лет И так что-то было Хотя сегодня я звонила в деканат Да ладно Не скажу, зачем Да, не надо в этом говорить Нет, я тоже очень хотела Именно Горкалину Почему? Я училась у другого мастера Не буду говорить, у какого И когда я увидела выпускной курс Горкалина Нет, Горкалинцы Вы же показывали В учебном театре Гиди, в определенном спектакле Я просто была ошеломлена Именно вот этим вот Именно эстрадным подходом Легкостью, да Музыкальностью, театральностью Эксцентричностью Гротеском, иронией Мне кажется, я же не знаю Как педагога, поэтому спрашиваю вас Мне кажется, он очень легким человеком Вот как вы увидели Легкость на сцене Мне кажется, он очень смешливый человек В жизни Может быть, как педагог Он совершенно другой С указкой стоит И долго питаться в голову Нет, 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 абсолютно У нас всегда самые лучшие этюды Выходили, если сделал Валерий Борисович Горкалин Если его смех Вот этот Это все Это классно Все идет Ты сразу сжигаешься И идет дальше Главное, что Если Валерий Борисович посмеялся Значит, все классно Он нас научил На все смотреть В гротеске И абсурд В абсурде И находить во всем юмор Находить Вот эти вот В общем Необычности И музыкальность Это все От него, в общем, конечно Я тоже сегодня был в ГИТИСе Если Марина звонила в деканат Я побывал сегодня в ГИТИСе Посмотрел спектакль третьего курса Это Сергей Голомазов И Павел Иванович Хомский Светлая ему память Набирали когда-то этот курс Блистательный спектакль Шоппинг эндфакинг Посмотрел я сегодня Рекомендую всем Очень актуальную тему К сожалению, актуальную На сегодняшний день О молодежи О том, что чувствует Переживает Как порой одиноко Молодой душе В этом мире адаптироваться Посмотрите 617-5197 Вероника из Москвы Вероника, добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Слушаем вас Добрый вечер, Владимир Добрый вечер, Девчата Молодцы Я вот по поводу Вопрос макулатуры задали Так, да Просто я знаю То, что Ну, 20 килограмм-то это да Но еще Было нереально собрать А книги охота была И поэтому покупали С рук талончики Которые стоили 3 рубля Да, 3-4 И вот эти вот Чтобы уже не макулатура Брали талончики И шли И покупали уже Дополненные Уже книги Спасибо вам за уточнение Действительно было и такое Но давайте не только Про макулатуру Хотя, безусловно, эта тема актуальна Раз она сегодня главная Прозвучала в вопросе От гостей программы Может быть, вы поете вместе с нами Или нет Или вам это творчество Уже не очень близко Интересно, насколько вам понятно То, о чем девочки поют По ангаре? Да Да Чуть охрипший гудок парохода Уплывает в таежную тьму По ангаре Не пугнет их Не пугнет их Не дождь Не пугает Ведь не срезвы Позы Падают Падают И любуются Ими тайга А река бежит Зовет Куда-то Плывут Сибирские Девчата Навстречу Утренней Заре По ангаре По ангаре Навстречу Утренней Заре По ангаре Будут новые плыть пароходы Будут годы друг друга сменять Но всегда Девчонки Девчонки На палубе По ангаре Будут вас Танцевать А река Бежит Зовет Куда Плывут Сибирские Девчата Навстречу Утренней Заре По ангаре По ангаре Навстречу Утренней Заре Здорово Ну совсем не сибирские, мне кажется, девчата у меня в гостях сегодня Все из Москвы? Да Да Все москвички, поэтому про ангару тоже понаслышке, наверное, знаете, да? Олег Изульяновский Олег, добрый вечер Добрый вечер Слушаем вас Ну я макулатуру не собирал, просто мне коллектив понравился, он мне напоминает, вот был когда-то вокальный квартет Аккорд Да, был такой Веселые как бы направления И позже, более позднее, это группа Калибри Вот таких девушек бы на весь мир пустить, чтобы всю вонючую папсу могли бы загубить На весь мир нас не надо На весь мир они не хотят, они вообще к шоу-бизнесу не хотят иметь близкого отношения, если вы не хотели Вы к нам приходите на концерт А когда будет концерт у вас, расскажите А у нас концерт будет завтра В арт-кафе Театра Вахтангова Вот, там есть такое замечательное, дивное место, совершенно камерная атмосфера, такой кабаре Все, что мы любим У нас бывают и большие громкие концерты, спасибо В 16 тоннах, например, в клубе, в которых мы любим играть Но у нас уже прошел концерт А большой концерт как раз с Леонидом Парфеновым у нас предстоит в Санкт-Петербурге 6 октября в Доме культуры Ленсовета И мы покажем программу «Главные песни о старом», в которых мы будем, собственно, петь вот эти песни, которые... Некоторые из них мы сегодня споем То есть 6 октября в Питере встречаемся, а завтра в арт-кафе Вахтангова, в Сказотеатре, во сколько? В 8 В 20 часов Я, к сожалению, буду на эфире, но пришел бы вместе с вами разделить праздник вместе с девушками Но я думаю, найдем еще время в выходной день А вы можете к нам поехать на «Дикую мяту» еще? А «Дикую мяту» как у нас? Это созвучно и нашему каналу, и нашему настроению, как мне кажется Давайте фрагмент сначала увидим из следующего сюжета, потом вернемся А на 10-й параллели в это время цветут сады А нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечный мерзлоты Ведь мы ребята, ведь мы ребята, в 70-й широты Ведь мы ребята, ведь мы ребята, в 70-й широты Ведь мы ребята, ведь мы ребята, в 70-й широты Дождем мы в СССР Самое интересное пропустили, оказывается, мы друзья мои А что там самое интересное? Самое интересное, нам припев, мы поем, мы поем А, мы Парфенова дали Вы сегодня весь эфир поете, а Леню-то не позвали в данном случае сегодня Хотя, я так понимаю, благодаря вам и благодаря проекту «Главные песни о старом» Он тоже запел вместе с вами эти песни, да? Чуть-чуть Нет, он эти песни пел давно и любит их очень петь везде и всюду Без его любви к песням и желаниям Кроме того Обычно, без его любви к песням и желаниям И возникла идея создать этот проект Да, ну и благодаря вам тоже она возникла Потому что он увидел и обратил внимание на вас, да? И понял, кто может воплотить эту идею так красиво Рядом с его ликбезом Потому что он все-таки ликвидирует безграмотность Рассказывает о некоторых вещах Вот только что прозвучала песня «Ребят 70-й широты» Песня о последних каких-то романтических надеждах Он тоже рассказывает, наверное, почему возникли такие песни Рассказывает, наверное, почему вот именно в период застой Или культа личности даже Очень много пели о именах, да? «Мишка, Мишка, где твоя улыбка?» и так далее «Ах, Андрюша нам лежит в печали» Эти вещи он тоже рассказывает Мне кажется, и вас просвещает в чем-то Конечно Просто для многих, на самом деле Вот я сегодня встречалась с Леонидом Мы тоже обсуждали эту программу И он говорил очень важную вещь О том, что люди, очень многие Для них эта песня ретро Им одним блоком Как там Иван Грозный и Петр Первый Это все что-то одно На самом деле У каждого времени, у каждой эпохи Были свои ситуации Свои песни Свои герои И люди менялись И люди взрослели Люди проходили целую, в общем, эпоху И эти песни В этих песнях очень много рассказывается о людях Потому что происходили ужасные события И хорошие, и разные Но люди оставались людьми добрыми Эти песни чудесные Совершенно атмосферные Наивные И, в общем, это история в песнях О которых мы сейчас можем спеть Да-да-да, мы сейчас поем обязательно Про те имена, про которые я уже начал говорить сегодня Конечно, эти песни очень ярко иллюстрируют эпоху Да, и то время Когда они рождались И, наверное, есть объяснение каждой песни Почему вот ребята 70-й широты Почему про Мишку пели так актуально Не знаю, вы знаете историю про имена? Да Ну да, нам Леонид, собственно, рассказывал Расскажите, почему так часто пели Адресно вот так посылали песни Кого-то конкретно Мне кажется, потому что нельзя было Мне не кажется, а я слышала Что нельзя было открыто петь про... Вообще нельзя было петь открыто, да Да, открыто, поэтому все решили... Да, как он рассказывает, что... Вика заслушалась, для нее это тоже новость Пели про все Да Прям про все Про имена Вот взял там имя там Как он... А каждый уже сам задумывал Просто были песни про вождя Про вождя в основном все Да Ну да-да-да Про героев и про людей Хотелось выйти за рамки песен про вождя только Хотелось петь еще про людей Но поскольку нельзя было у других героев Цезура была, да Цензура О других героях Был герой только один Да-да-да И поэтому люди решили придумать песню Про некого Мишку Про некого Андрюшу Ну, чтобы... Каждый видел, быть может, своего соседа или себя Конечно Когда пели не про, допустим, Иосифа Истереновича А про вот этих... Про простых людей Про которых мы и услышим Прямо сейчас, да? Эх, пуй, дорожка, звени, моя гармошка Смотри, как сияют нам звезды над рекой Парни лихи, девчата огневые Все заговорят наперебой Ой, эх, Андрюша, нам ли быть печаль Не прячь гармоний край на все ладу Подожми, чтобы горы заплясали Что-то шумели зеленые сады И пой, Андрюша, так, чтоб все эти ночи Разветер гудрите, ребят Ты играешь, чтоб ласковы не очень Они спросят, глядя я на тебя Ты весь день сегодня ходишь тут Даже глаз не хочешь подымать Мишка в эту грустную минуту Так тебе мне хочется сказать Мишка, Мишка, где твоя улыбка Полная задора и огня Самая нелепая ошибка Мишка, то, что ты уходишь от меня Сквозь поток людской всплывают в памяти порой Отрывки детства, друзья, соседства и образ твой Саша сорванец, голубоглазый удалец Веселый друг моих забот Вообще чудесный славный парень Саша, ты помнишь наши встречи В приморском парке на берегу Саша, ты помнишь теплый вечер Весенний вечер, каштан цветут Нет ярче красок Нигде и никогда Саша, как много в жизни ласки Как незаметно бегут года Саша, Андрюша, Мишка Алексей, Олег, Антон Александр, Митя Олег, Игорь, Кирилл Артур, Анатоний Шиндор, Максим, Владимир Виолит Надеюсь, мы никого не забыли Забыли, конечно Ну, быть может, и забыли кого-то Но в любом случае, это было обращение к вам, друзья Сашка, Мишка, Андрей, Олег, Иван Владимир, они очень назвали Звоните, 617-5197 Называйте те имена, которые мы забыли Или те песни, которые мы еще сегодня не исполнили Вообще, мне, конечно, везет И нам с вами, я думаю, зрители, везет на музыкальные эфиры Вчера в этой студии зажигал ансамбль «Клезмастерс» С Левой Сегодня группа «Мейдлэх» Что вчера в этой студии происходило, мы вам можем показать прямо сейчас Потом вернемся «Мейдлэх» Завтра у меня будет молодая девичья команда «Мейдлэх» О, наши друзья О чем вы говорите? Знаете, да? Конечно, да, да О, какое оживление-то, друзья мои, произошло С такими девушками-то что? С такими девушками, да, мы завтра зажжем Советский, в том числе, репертуар, они блистательно его исполняют, да? Слышали? Бывали на концертах? Конечно, мы знакомы лично Как давно вы знакомы? Как вам их творчество? Очень интересные девчонки Действительно очень разноплановые Вы знаете, что такое «Мейдлэх» в переводе? Девочки? Да, девочки, да И у них они действительно очень разноплановые Мы их очень любим А репертуарчик ничего? Что они выбрали? Репертуарчик очень интересный Это же забавно Они же театральные все Они поют и это, и другое, и третье, и четвертое Это очень славно Они очень обыгрывают здорово, да? В каждую историю, да? У них очень хорошие аранжировки каждой вещи Это очень ценно, очень красиво Как приятно Приятно, да? Видите, надо смотреть телеканал «Ностальгия» Вдруг о вас заговорят Вчера вы не посмотрели, пропустили программу Мы говорили о вас Причем говорили подробно А мы, в свою очередь, Лизмастер Сейчас посылаем привет Обязательно большой Девочки машут тоже рукой Большой привет от маменькой компании Ну, не такая уж она у вас и маленькая Вы разрослись достаточно серьезно Всегда был такой состат? Да То есть с самого начала, да? С того момента, когда мама предложила идею Вы поняли, что вы не только втроем под фонограмму выйдете А нужна живая музыка, да? Мы повыли под фонограмму Поняли, что это невозможно Действительно повыли Вот, и вот, да Пять человек у нас Да Ну вот просто мы сегодня в такой вот сжатой Замечательный звукорежиссер Миша Миша, привет Миша тоже привет Он находится со звукорежиссерским пультом Поэтому вы не видите его Это боец невидимого фронта А мы сегодня в белой такой сжатой студии находимся Как и обычный музыкальный эфир у нас проходит Но в данном случае, мне кажется Даже не в данном случае А вообще, в принципе, у девчонок Каждое выступление такой очень красочный перформанс Да? Со своими декорациями Со сменой костюмов И так далее Это просто нужно будет на вашем концерте Чтобы увидеть всю эту красоту Да Вот, приходите А то мы сейчас тут все расскажем Вы не придете Вы, пожалуйста, приходите И сами увидите своими глазами Ну, хорошо, будем надеяться на встречи На новую встречу с арт-группой Мэддельх Я еще не прощаюсь Я просто так представляю следующую песню Песня о любви Любовь зла Когда на землю спустится сон И выйдет бледная луна Я выхожу Одна на балкон Глубокой нежности полна В нем репе Сня счастье поет Ласкает нежно ветерок Но мой любимый Сегодня не придет Ты помнишь Ты помнишь наши встречи И вечер голубой Взволнованной речи Любимой мой родной Нежное прощанье В руки пожать я Ты сказал мне Простясь со мной Забыты наши встречи Вечер голубой Давно полк и речи Ведь нет тебя со мной Не жди любви обратно Забудь меня Нет к прошлому возврата И в сердце нет огня Не жди любви Песаме Песаме Мушо Как ты перестаночи Ла ультима Песаме Песаме Я помню как сейчас Мой друг Руки пожатье Ты помнишь Ты помнишь наши встречи И вечер голубой Ну не так уж слава любви Судя по песне Судя по интонации Судя по улыбкам Судя по юмору И той театральности Которая наполняет эту песню Группа Мейдер В гостях у меня сегодня 617-5197 Действительно Театральность Из каждой песни Просто прет И так много То есть Ваши режиссуры Исключительно Во всем этом Сами придумываете Все совместные идеи Они рождаются по ходу Уже песни По-разному Да по ходу Либо от песни Кому-то что-то приходит И мы развиваем Иногда от песни Иногда песня от номера По-разному Но театральность Это всегда изюминка Да? Стараемся Прежде всего Чтобы был какой-то почерк Была своя узнаваемость И свой стиль Своё направление Но с этого всё Всё-таки началось Да Мы всё-таки не певицы В классическом смысле Этого слова Всё-таки да Мы Актрисы прежде всего Актрисы эстрадные Поэтому мы берём музыку Драматургию Юмор Подкладываем всё это Размешиваем Мешаем Думаем Как это было бы Интересно нам И интересно зрителю Я очень со многими Эстрадными актрисами Общался Певицами Как правило Народ очень тщеславный Как правило Все хотят быть первыми На авансине У вас есть первые В группе? Есть лидер? Есть руководитель? На сцене нету На сцене нету А в жизни? Нет Я, да, Вик? Ну, нет У нас есть Какое-то распределение Мне кажется Ролей Я больше занимаюсь Административными вещами Марина Больше занимается Музыкальными вещами Настя На подхвате Тоже, в общем Мы все Помощь во всём Оказывает Делаем всё В общем вместе Стараемся О сольном творчестве Пока не помышляете Да? Говорю пока Потому что через 10 лет Мы встретимся по отдельности Наверняка Никто не знает Что будет завтра Это точно Но мы каждый У нас у каждой Есть сольные песни И каждая раскрывается Ещё не только Мы как в триум Мы поём У нас У каждой из нас Есть несколько песен Сольных Иногда мы даже Поём друг у друга На бэках Я сейчас видел Кто-то отворачивался А кто-то под фонограмму Другого пил Это бэкин У нас Нет, у нас есть другие песни В другой программе Там мы поём бэки Да Так Вот так И у каждой Есть своё место Под солнцем Что-то добавить хотели? Да, я перебил Да, сольным творчеством Басист помышляет Какие-то маленькие проведения Так вам сейчас дали Такую возможность Вот Он об этом и говорит С каждым разом Я всё больше и больше думаю Что надо Попеть обязательно Самому что-то Может быть шансон Он на работе А я смотрю Вы тоже окольцованный человек Как и одна из девушек Ну знаете Это случайность Просто Это случайность Они пересеклись С Мариной случайно Когда-то пересеклись Да Вернее Это было так Олегу пришлось Петь здесь Потому что мы с ним встречались Ой, фу Играть Играть Да А потом петь Потому что И перешлось Потому что Мы с ним поженились Говорят Видите Не расскажем Не расскажем Я же вам обещал Под конец программы Вы узнаете Кто пара Прекрасная Пара вот Олег и Марина Александр на прямой связи С нами Александр из Подмосковья Да Добрый вечер Да Добрый вечер Добрый вечер Слушаем вас Я хочу вам напомнить Вот Все незабываемые строчки Прокати нас Петруша На тракторе Да Колется Стоит над горою Алёша Серёжка С малой бронной И Витка С маховой Иван да Марья Спасибо вам большое Имена действительно Замечательные Это всё классика Нашей советской песни Прежде всего Поэтому я думаю Девочки возьмут на заметку То что вы нам напомнили Сейчас Обязательно Спасибо Ну а я вам напомню Другой момент Когда у меня были Представители белорусской Эстрады в гостях В прямом эфире Мы говорили о том Как зарождался Внедрялся Рок-н-ролл Через песняры В том числе Через косил Ясь к ним в шину Вот через эти песни Я думаю Рок-н-ролл По-белорусски Тоже не обошёл компанию Мэйдлэк Как это звучит В их исполнении Мы услышим с вами Прямо сейчас Сейчас Секундочку Нужно настроить микрофоны Опустить Поднять Опустить Смяться немножечко Ну Касил ясь конюшину Касил ясь конюшину Касил ясь конюшину Поглядал он на девчину А девчина житожала А девчина житожала А девчина житожала Секундочку И на ясня поглядал Тит-я-секундене 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 Сподобался ты мне Кинуясь, как оси, ведь кинуясь, как оси Кинуясь, как оси, ведь кинуясь, как оси Почал мамку просить, любомамка моя, любомамка моя А женишь ты мне, ты барыста неслава Ты барыста неслава Каб сядела на всю лаву Станиславу не хочу Станиславу не хочу Бо на лаву посажу Ты барыста неслава Про завидую девчину Бо на лаву Бо на лаву Браво Абсолютно советский рок-н-ролл в остроумной В искрометной обработке арт-группы Мейдлэх Я только что предстал вашему взору Вы сами-то на какой музыке росли? Эстрады, рок-н-ролл или какие темы музыкальные были интересны в детстве? Классика! Классическая музыка Вивальди Моцарт Бах У меня сестра Берри Ничего себе Так У меня Дима Маликов Извините Извините Выходи отсюда Почему выходи отсюда? Да я шучу Нет, все в порядке Оставайся Почему-то вот я как-то засыпала под его песни Это единственный способ меня было усыпить То есть классика не очень интересовала, да, как Марина? Нет, классика все равно была в моей жизни Потому что музыкальное образование, оно имеет место быть Ну, глядя на Марину, видно, что она тоже Димой Маликовым болела все время Нет, 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 я болела другой группой А какой, скажи, так интересно Какой, скажи, наушку по секрету Продиджи Продиджи было позже А сначала это была Агата Кристи В 9, 10, 11 лет, а потом я подсела на Продиджи А потом подсела на руки вверх Подсела на кирку На руки вверх и подсела сейчас Ты на другое совсем поколение, да, пришло? К нам другие имена звучат сегодня На контрабас На контрабас потом подсела Скажите мне, был ли сегодня точный ответ, да? Я так понимаю, 20 кг это верный ответ, да? Относительно макулатуры И Дюма, и Золотой теленок Просто я почему-то так обрадовалась, потому что именно эти книги у меня дома Которые вот макулатурой куплены Серьезно сама сдавала макулатуру? Или ты пошутила? Нет, до какого года? Я ходила с родителями, мы сдавали, но я вот застала прямо вот Ну вот до конца 80-х точно сдавали еще А ты под конец обещала озвучить возраст? Нет, я не скажу Боишься? Нет, зачем? Зачем вам знать это? Излишне Я буду всегда молодой 52 И вновь продолжается бой Вот такой песней девчонки решили закончить нашу сегодняшнюю программу То есть какой-то серьезной вещью, да, мы заканчиваем? Конечно Вика, что ты делаешь? По сути дела гимн Мне остается напомнить вам и поблагодарить и Вику, и Марину, и Анастасию И всех музыкантов, пришедших нам сегодня в гости Арт-группа Мэйдлэх была у меня сегодня в прямом эфире Слушай Вау! 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 Внутреннего стяк, в жизни важен первый шаг, Слышь, жалеют нас страною ветры яростных атак. И вновь продолжается бой, и в сердцу тревожно в груди, И Ленин такой молодой, и тюрьмы октябрь уже летит. И Ленин такой молодой, и тюрьмы октябрь уже летит. Если тихо все концы, вы поверьте нам, отцы, Будут новые победы, станут новые бойцы. И вновь продолжается бой, и в сердце тревожно в груди, И Ленин такой молодой, и тюрьмы октябрь уже летит. Девчонки! 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 Патриархамзаму!